Катин Всем привет! Я рад приветствовать вас с вами на канале Мой канал посвящен электронной музыке и синтезаторам Если вам такое интересно, обязательно подпишитесь Но если вы уже подписаны, надеюсь, вы поставили колокольчик И не пропустили это видео, как только оно вышло Если вы любите пообсуждать оборудование То под видео будет ссылка на наш телеграм-клуб Там вы можете пообщаться и пообсуждать какие-нибудь новинки Или ваши любимые синтезаторы Поделиться любимой своей музыкой, а также вашей музыкой Добро пожаловать Также, если вы вдруг хотите задать мне вопрос И чтобы этот вопрос был в одном из моих видео, посвященных вопросам и ответам Под видео есть ссылка, где вы можете задонатить и задать мне вопрос Сегодня речь пойдет у нас о вот таком замечательном основном оборудовании От компании Teenage Engineering Совместно с коллаборацией IKEA Они создали вот такие светильники, которые реагируют на музыку С помощью микрофона, который внутри встроен И помогают визуально как-то подкрепить музыку, которая звучит Далеко не секрет, что любой музыкант, DJ K, например, в клубе всегда есть эта музыка И музыкант или какой-нибудь арт-проект, который необходимо подкрепить какой-то визуализацией Он легче воспринимается зрителям и публикой Ну, конечно, бывают проекты, которые достаточно просто послушать Но иногда многим хочется как-то визуализировать музыку Я всегда находился в поиске таких решений И у меня есть аналоговые RGB синтезаторы О них я чуть попозже расскажу И также вот появились вот такие вот интересные светильники Насколько вы знаете, Teenage Engineering это компания, которая выпускает очень крутые штуки У них есть синтезатор OP-1 Это практически легенда уже для электронных музыкантов И она выглядит очень игрушечно Но на самом деле внутри у нее совсем не игрушечный движок Который позволяет писать музыку на ходу и делать это профессионально Совсем недавно вышла версия OP-1 вторая Много шума наделала она из-за своей большой стоимости Но так или иначе у предмета есть своя стоимость Она обусловлена различными факторами Обсуждать я тут, наверное, не вижу смысла Конечно, неприятно, когда вещь стоит очень дорого Но это, наверное, гарантирует вам определенное качество И какую-то уникальность на рынке Сейчас я покажу видео распаковки этих устройств Ну а потом мы вернемся и я расскажу Как и где они нашли применение в моей студии Тот, кто отправлял мне эти светильники, упаковал их надежно Сами светильники и набор с аксессуарами В комплект каждого светильника входит набор с такими перемычками, которые позволяют не прикасаться с светильником друг с другом, когда они скреплены Два провода сетевых, один для розетки, а второй для коммутации с другими такими устройствами Что-то типа патч-кабеля Набор с ножками резиновыми, чтобы не царапнулась поверхность И пластиковые такие перемычки, которые нужно стянуть винтиками Винтики также в комплекте Стандартная икеевская инструкция Их известная анимация с человеком, который собирает мебель И сам светильник Он квадратный, пластиковый С одной стороны рифленый, с другой стороны гладкий Разъем для подключения питания и кнопка для включения-выключения и смены режимов Еще один светильник Когда вы подключаете питание, он сразу начинает работать в режиме мерцания от звуков Давайте соединим его со вторым светильником Смотрите, первый моргает, а второй нет Видимо, потому что музыка играет тихо и до второго звук не доходит Как только мы звук прибавляем, сразу они вдвоем начинают мерцать Тинейдж Инжиниринг и Икеа назвали эту коллекцию Frequence Они были выпущены лимитированной серией И они были доступны не во всех странах Довольно сложно было их купить А разработаны они были для вечеринок Также у них в коллекции были еще динамики и другие светильники Но мне очень понравились именно вот эти светильники, такие классические И вот такой набор аксессуаров желтого цвета У них был еще светильник с LED-панели Но мне он не очень понравился, потому что он выглядел слишком современно А для современного устройства он не обладал каким-то, может быть, интересным Интересной LED-анимацией для меня Поэтому мне очень понравилась вот такая классика в стиле цвета музыки Которая была на дискотеках, наверное, в 80-х, в эпоху диско Ну и все в таком духе Этот набор с аксессуарами желтого цвета состоит из четырех частей Три из них направлены на рассеивание света А четвертый является подставкой или ручкой Они полностью пластиковые и вставляются в эти разъемы И как бы крепятся там в пазы Такая радиатороподобная штука Они, кстати, также подкрашивают цвет этого света Становятся более желтой Понятная и красивая инструкция от Ikea И еще один вот такой рассеиватель Ручки пластиковые, но сами крепления у них железные Они вставляются в разъем и крепко там фиксируются Так что вы можете даже поднимать за эти ручки И будьте верны в том, что они не упадут Эти светильники имеют несколько режимов Один из них это мерцание от микрофона То есть они реагируют на звук, который поступает в микрофон Второй режим это плавное появление яркого света и его затухания Кажется, он не работает от микрофона И просто имеет определенную свою динамику Третий режим, когда светильник просто горит И светильник просто выключен В этой серии также были динамики и сабвуфер Они... сабвуфер, понятно, был моно Ну и динамики, по-моему, тоже были моно Но они такие бытовые, не совсем профессиональные То есть звук на них там делать не получится И действительно они были для вечеринок Ну, в общем-то, мне они были неинтересны, сразу скажу Поэтому я даже не рассматривал их покупку Но дизайн у них также был классный И если собрать эту систему в единый такой модульный шкафчик С светомузыкой и звуком Думаю, что кому-то это было бы интересно Если кто следил, знает, что потом Икея выпустила свои такие динамики Очень похожие по дизайну И назвали их, по-моему, Enneby Но они также были моно и имели батарейку Динамики Frequence, которые из этой серии Также, по-моему, имели батарейку Только я не очень понимаю, зачем Понятное дело, что они имели Bluetooth для подключения И батарейку Но поскольку вот эти вот световые приборы не имеют Возможности подключить от батарейки Я не особо вижу смысла в этом То есть как бы все равно тебе нужна розетка для того, чтобы вся эта система работала Не знаю, может быть, есть какой-то в этом смысл Например, отдельно колонку носить Без света Поскольку Teenage Engineering — это такая дизайнерская компания Которая выпускает очень крутые всякие штуки То они не могли пройти мимо и этой коллаборации И сделали очень клевые такие пластиковые дополнения Которые можно было бы украшать эту систему Также на своем сайте уже эксклюзивно они предоставляли 3D-модели Которыми можно было дополнить все эти системы То есть можно скачать файл и напечатать на 3D-принтере И использовать их вместе с этой системой Короче, для любителей дизайна это просто кайф Эти светильники есть возможность соединить в ряд Их можно поставить квадратом Сзади с помощью вот таких вот пачкобелей Можно соединить, по-моему, до 5 или до 6 этих светильников Соединяются эти светильники специальными такими перемычками Они имеют железные болтики И каждый из светильников имеет по 4 резьбы с каждой стороны Чтобы можно было коммутировать различные такие комбинации Ну, то есть, в принципе, это модульная система Задняя панель осуществлена кнопкой включения И она же является кнопкой переключения режимов Микрофон у этих светильников располагается прямо внутри Прямо рядом с лампочкой есть такое небольшое отверстие И в него поступает звук Я немножко был огорчен тем, что звук реагирует именно на высокие частоты Потому что когда лупит кик, например, низкочастотный бас-барабан То он не всегда срабатывает А если хай-хэт или какие-то клэпы, то он срабатывает Получается, что он моргает как-то немного наоборот Когда ты находишься на рейве или на фестивале или в клубе И если есть вот такие световые приборы То когда лупит именно бочка, тогда начинают взрываться световые приборы Здесь же все наоборот Они делают здесь на вторую, на слабую долю В этом есть небольшая путаница и кажется, что они как бы моргают с задержкой В некоторых своих джемах я уже использовал эти светильники Я соединил их в такой ряд и поставил в полную темноту И в принципе для этого, наверное, я их обкупал Для того, чтобы создавать определенную атмосферу для музыки, которую я выкладываю И чтобы они подыгрывали в такт и создавали определенную атмосферу Думаю, что также логичным их будет использовать на какой-нибудь вечеринке Где могут играть диджеи Можно рядом просто на стойку положить их И они моргают Что касается свечения То здесь они примерно на мой кельвиномер Я скажу, что они, наверное, где-то 4000 кельвинов То есть близко к дневному свету, но не совсем дневной Дневной это около 5000-6000 А теплый свет, как вот у меня в студии Это 2700 кельвинов Здесь же где-то 4000, то есть они не очень сочетаются хорошо с моим светом, который здесь постоянный И в то же время с белым они также не очень хорошо сочетаются Что-то такое среднее И оттенок немного зеленоватый Но выбирать, к сожалению, не приходится, поэтому имеем то, что имеем В целом эти устройства из разряда тех, которые будут радовать вас с эстетической точки зрения Потому что они выполнены очень круто Они из пластика сделаны, с металлическими вот такими вот вставками для болтов Насадки все эти пластиковые Также можно кастомить, как я уже говорил Это все выглядит примерно как игрушка, но при этом выполнена качественно Очень сложно найти подобное решение И если вы вдруг знаете какие-то световые приборы, которые реагируют, у которых есть микрофон То обязательно напишите мне, потому что я, наверное, себе бы что-то подобное еще также присмотрел Потому что я люблю, чтобы были какие-то световые приборы для того, чтобы помогать музыке играть Также на форуме, по-моему, T-Nation Engineering, я нашел пост, где человек сделал мод Он сделал вход для CV, то есть с помощью Eurorex синтезатора можно было управлять этой лампочкой Сам я пока этот мод еще не изучал Но думаю, что не так-то просто, наверное, будет его сделать Не просто два проводка к чему-то кинуть, как в коргах, да? Наверное, здесь какую-то платку надо будет спаять Но мне пока нравится тем, что они просто реагируют на звук С этим тоже можно много чего интересного поделать Вот такие интересные светильнички от компании IKEA и T-Nation Engineering Вместе в коллаборации они создали серию под названием Frequence Вообще, T-Nation Engineering крутые чуваки Они создают уникальный продукт с уникальным внешним видом А также с таким вот свойством игры, что ли, с ними Где вы можете с интерактивным таким взаимодействием Где вы можете создавать и творить что-то интересное Обязательно ознакомьтесь, если вы еще не знаете ничего про них В их синтезаторах есть прикольные скрины Там какие-то коровы, какие-то боксеры, по-моему, что-то такое Это все очень забавно и добавляет некой живости и обратной связи со стороны компании Когда вы взаимодействуете с их устройством Мне кажется, это очень здорово Большое спасибо всем, кто смотрел это видео Обязательно подпишитесь, посмотрите видео целиком Поделитесь с друзьями Если вы добрый и вам есть что рассказать То вступайте в наш Telegram-клуб Там мы обсуждаем многие вещи в положительном ключе Музыку и много чего интересного Также, если вдруг вы хотите, чтобы ваш вопрос появился в моем видео Задавайте его через ссылку, которая будет в описании И до скорой встречи, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok